Закрывается наш колбасный цех, работы все меньше, 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 у людей денег нет, покупать колбасу некому. Я приехал сюда в одной сумке трусы, а в другой сумке носки. Я 4 года бомжевал. Смея ржали, смеялись, говорили, ты что дебил, нахрен она надо, такая колбаса, туда-сюда, пятое-десятое, никто ее не будет брать. Тяжко, очень тяжко. Одна химия, все ненастоящее, надоело. Надоело нам есть всякую фигню в жизни, вот мы решили заняться таким делом, бушбизнес вумен. Ну да. Первый запуск нашей новой носорубки. Авария. Толкалка ушла. Первое, что делается, это подготавливается дымный генератор. Мясо птицы, зачем со мной колбасе, мясо птицы. Ну все, короче, там все, конец лета, армагеддон, если съесть там, ты там золотомат натрия, нет. Это такой же самый натуральный продукт. Я тоже раньше думал, что с нуля нихрена нельзя делать, что надо миллион долларов иметь. Если кто-то скажет постановка, жду в гости приезжать. Друзья, привет. Сегодня мы приготовили для вас очень интересный сюжет. Яркий пример из реальной жизни, как может самый обычный человек построить с нуля честный бизнес по производству натуральных продуктов. Бизнес с широкими перспективами развития. Сейчас мы покажем, как сварщик Кирилл из Донбасса и его команда делают колбасу в небольшом поселке в Ярославской области. Из чего они ее делают и на каком оборудовании, с какими трудностями сталкиваются и к чему стремятся. Мнение наших героев вы можете подвергать сомнению. Мы лишь показываем вам то, что видели и слышали. Это 100% документальный материал без постановки. Начинаем с рынка в Ярославле. Попробуйте. Настоящая домашняя колбаса без химии, без красителей. Все к нам. Это пробники людям. Без пробников никак. Люди отвыкли от такой продукта. Привыкли к фабричной колбасе. Многие не верят, что здесь чистое мясо. Это чем-то разбавляю или это какая-то химия. Ну, всем не докажешь, сколько людей, столько мнений. Поэтому даю пробовать. Не успел ценники поставить, так было видно. Это просто оболочка одна на всех колбасах, а одинаковая оболочка. Внутренности всех разные. Индейка стоит 450 рублей, говядина 400. Сина говяжья 380, свиная 380. Вообще надоела вся эта одноразовая пластиковая жизнь. Все стало одноразовым. Все. Раньше все-все не настоящее. Надоело. Вот взять фотоаппарат просто, как пример. Фотоаппарат взять старый, 50-й годов. Он пролежал 100 лет. И еще 100 лет пролежит. И еще 200 лет пролежит. И с ним ничего не будет. А сейчас взять пластиковый фотоаппарат. Сколько он пролежит? Два года батарея вздулась, выкинул. Все. Так же самое с продуктами. Одна химия, все не настоящее. Надоело. Надоело. Покажете ваше производство? Без проблем. Поехали. Привет. Когда варились, пойдем в цех. Вот он, вход на улице. Вы приехали. И вот, встречаю. Как говорится, хлеб, соль. Или что там, я не знаю. Добро пожаловать в соль. Сейчас будем снимать цех. Это мой таз. Ну, хоть она и старая, я ее люблю. Она у меня в месяц наматывает. За месяц 15 тысяч я на ней наматываю. Километров. Кормит, поит меня уже 2,5 года. Нет, уже даже 3. Хотя ей 25 лет. Большой багажник. Лазит, все. Мы приехали в цех. Сейчас будет первая стадия производства колбасы. Ну, уже не первая, уже вторая. Мясо порезано. Домашнее мясо. Фермеры привозят нам нормальное, хорошее мясо. Как проверить мясо? Ну, по запаху, по цвету, понятное дело. Но обычно нам привозят с документами. Мы документы проверяем. Где вредсклужбу отдают. Нам привозят с документами и проверяем. Сейчас эта машина называется кутер. Она измельчает мясо. То есть, это будет колбаса рубленая, свиная. Можно еще и с фарша сделать. У нас есть колбаса, но это рубленая. Сейчас мелко ее порубят. И замесим со специями. Чеснок, перец. Я все покажу дальше. Как бы вот, измельчили мясо. Мясо, как видите, не жилы, хвосты какие-нибудь. 100% хорошее свиное мясо. Без хвостов, без жил, без сухожилий. Как обычно бывает, удешевляют колбасу всякой хренью. Кучу химии и все. А то и колбаса нет. Как я вчера и говорил, люблю настоящее. И так все, уже одноразовый мир победил. Здесь мы измельчаем мясо. Мешалка, чтобы был не просто фарш. Чтобы была нужная фракция для колбасы, чтобы было приятно было есть. А не жило, чтобы тянулось. То есть, на этой машине можно его измельчить до, совсем как паштет будет. Я сейчас включать не буду, потому что полетит все вверх. Вот эти ножи, то есть по такому принципу. Мясо идет по кругу и он вот этими ножами измельчает его до состояния. Можно вот крупное такое будет, так вот, например, измельченное. Можно будет прям как паштет на хлеб мазать. Но это, как бы, есть и более мощные машины. На производстве там стоят такие вот здоровенные. Там сразу на полтонны мяса. У меня на 15 килограмм работает хорошо. Не подводила ни разу. Все, сюда заружаем, кидаем, включаем. Все, значит, резчик, я всю жизнь работал сварщиком, резчиком поработал, как бы. Вот, ну, работаю, не нужен металл, в общем-то, работа закрылась, пошел в колбасный цех, получил строительство. В колбасном цеху я проработал два года. За 14 года, с 2016 получается. На резкий металл я немножко поработал. И в колбасном цеху посмотрел большой наш цех. Как бы там было хорошее производство. 7-8 тонн продукции в день выпускали. Я делал фарш непосредственно. Фарш такая большая машина, такая огромная. И фарш механической обвалки, то есть из курей. Там хребет кидается туда, он отжимается, как соковыжималка. И получается такой, ну, не как фарш, а как фарш. Такая субстанция, ну, как желешко, можно сказать. Этот фарш идет в колбасу. То есть, ну, как бы, его так тоже можно есть. Ну, вот, хребет, все запчасти куриные отрезали. Там бедро оголим, все отрезали, остается хребет. И шея остается. Вот, мясо, которое остается, на нем оно как отжимается. То есть, там такая труба. Тоники-тоники, прорези меньше миллиметра. То есть, полмиллиметра там лазером прорезаны. И оно отжимается. Делаю такой фарш. Мы делали 20 тонн в сутки. То есть, у нас покупали другие колбасные производства, большие. У нас там есть завод колбика. Не знаю, работает сейчас, нет. Я уже давно там не был. Ну, был большой завод, очень большой. Снабжал, ну, так скажем, полукраины колбасой. И, ну, много чего. И вот там, как бы, посмотрел, посмотрел. Там научился делать курхан. Там же. Иногда там мясо брал, делал курхан. Ну, я, как бы, знал, как его производить. Ну, прям, что-то там на продажу не делал. Делал 2-3 палки. Начал взять курхан. Но это куриная вяленая колбаса. Вот. Ну, и к зарплате все это дело прибавка небольшая. Вялил на чердаке колбаску. Все получалось. Потом, значит, закрывается наш колбасный цех. Работы еще меньше, меньше, меньше. У людей денег нет. Покупать колбасу некому. Нас вызвали раз-два в неделю. Ну, как бы, не то. Товарищ мне предложил поехать в Россию поработать. Ну, колбасный цех прикрывают. Работы, как еще раз повторюсь, нету. Тут товарищи поехали в Россию поработаем. Ну, я не шибко так-то хотел прям ехать. Ну, приезжает мой тоже дезка, Кирилл. Туда к нам приезжает. Мы говорим, Кирилл, где был? Он говорит, в России. Говорим, я где был? Он говорит, Ярославская область, колхоз, Красный Маяк. Можешь знать, большой знакомый такой знаменитый колхоз. Там много очень коров. 5 тысяч и еще 10 тысяч построили комплекс недавно. Вот. Мы говорим, ну, что там платят, заплатят, все нормально. Там вот жилье и туда-сюда дают. Ну, ладно. А как там завязаться? Он дает номер телефона директора колхоза. Мы звоним ему. Вот. Василий Павлович. Он говорит, ну, приезжайте, сварите мне крышу. Большой ангар, как вот наш цех, только длинный, 60 метров в длину. Вот, в ширину где-то, нет, больше 12 метров. И в длину 60 метров. Говорит, сварите мне крышу туда. Просто стены стоят. Вот, ну, так мы, короче, поехали сюда работать, поработать. Приехали, значит, познакомился с ней здесь. Она с Луганска, оказывается. Она работала в столовой. Прикормила? Да. Помощником повара. Или поваром, я уже не помню. В общем, в столовой она работала. Вот, короче, мы с ней познакомились. Ведь надо было проехать полторы тысячи километров. Прошло столько лет, чтобы нам познакомиться, получается. Не там, где-то у себя на родине, а здесь. Ну, вот так познакомились. В итоге, короче, я остался. Мой товарищ, как бы, уезжает, приезжает. Но сейчас перестал ездить. Ну, поработает, на 3 месяца уехал. Вот, как мы здесь уже получили? Гражданство, все документы, все дела. Все как надо. Приехали мы сначала в один поселок с Красного Маяка. Там у нас дело не пошло. Были падения, было очень тяжело. Был один провод на... Не могли купить для зарядки. Телефон заряжать на два телефона. Один провод был. Было тяжело. Вот, было... Ну, было. Да. Был у меня срыв. Короче. Да, если вы думаете, вот как мне сказали люди, которые здесь родились, жили много лет. Им по 40-50 лет. Я приехал, что в одной сумке трусы, а в другой сумке носки. И меня человек заявляет, когда вот это все замутили, вот, когда там, пусть я купил первую машинку, пусть старую, но я купил ее здесь сам. Не украл. И мне говорят, вот, там машину купил, еще что-то. Мы разговаривали всю эту тему насчет колбасных делов. И мне говорят, ну, не у всех такие возможности есть. А я говорю, какие возможности у меня? Сумка трусов, сумка носков. Я говорю, какие у него возможности? Ты идешь с пивом пить домой после работы. Я иду колбасу делать до 11-12 вечера. И без выходных. Так ты за жопу подорви сам и пойди тоже что-то сделай после работы. Так не пойдешь, не пойдешь. А вообще, думайте, что так вот сейчас солнце, хорошо, прекрасно, там колбасный цех, колбасу натуральную. В 20 лет у меня родители умерли. 20 лет мне было. Сейчас мне 38-39. Вчера стукнуло. В 20 лет умерли родители. Я остался на улице с парализованной бабушкой. Меня кинули родственники на квартиру. У меня умер отец. Через 10 месяцев умерла мать. Бабушка парализованная. Ей было на тот момент 67 лет. Инсульт. Она еле ходила, но ее и пристроил. И я ударился в синьку. Фу, пьянку. Пусть будет так. Я 4 года бомжевал. 4. У меня не было ни документов. Все пропало на улице. 4 года бомжевал. Спал. Заброшенные дачи. Подвалы. Минус 15 мороз. Два матраса на низу. Три матраса сверху. Обычных советских триевых. Я залазил туда. Сверху клеенка. Выпивал пол-литра и спать всю ночь. Я 4 года. 4 года у меня жизнь трепала. Там было очень много чего. Очень много чего. 30. Прошу прощения. 28. 4 года. Я потом немножко начал вылезать. Потому что я понял, что я сдохнул. Нахрен. Потихоньку начал себя брать руки. Потихоньку, потихоньку. Ну там уже люди помогли. Кое-какие знакомые. В данный момент сейчас будем рубить грудинку. Буду стараться рубить ее ровными долями. И потом мы ее будем погружать в рассол. На трое суток подгнет. После чего она будет вывешена на сушку. Примерно ночью она висит, сохнет. И потом на 4-5 часов она отправляется в печь. Где она уже и коптится. Готовится до полности. Да, это самое удобное, простое. Все. Потом дорезаем шкурку. Отправляем в нержавеющую кастрюльку, где будет рассол. Покажи мясо сбоку, там ровешь. Пусть люди посмотрят. Что? Настоящее сырье, а не хрень какая-нибудь. Именно мясо. Подоело нам есть всякую фигню в жизни. И вот мы решили заняться таким делом. И дети наши едят. И людям советуем. Ну, люди берут, им нравится. Много людей, конечно, есть, которые не верят, что это все натуральное. Маркетологи свое дело сделали. Которые продвигают некачественную еду. Массы. Но, кто берет нас раз, приходит к нам и второй, и третий, и пятый, и десятый. Эта грудинка будет заливаться. Рассол сейчас готовится. В рассол входит у нас лавровый лист, перец горошком и соль. То есть никаких ингредиентов больше не добавляется. Идет, помимо соли, два концентрата. Это, как сказать, лутамат натрия натуральный. Вот такой. Вот. Ну, на производстве его используют. Это, простыми словами, усилитель вкуса. Ну, не пугайтесь. Не, как сейчас все придумали, усилитель вкуса все нам боятся. Это натуральный. И делается из растений. Можете посмотреть в интернете полный формат. Я, к сожалению, не ученый, не могу вам рассказать, как по-научному это все рассказывается. Обозначить. Но это из растений хороший корейский лутамат. Но на производстве, которые большие колбасные заводы, колбасные цеха, его используется минимум 1,2 грамма на килограмм сырья. То у меня идет 0,2 грамма на килограмм сырья. То есть, и без него тоже нельзя. Сейчас вот эта вот штука находится везде. То есть, и в малуроженом, и в хлебе, и в выпечке, везде. То есть, и в сладостях. То есть, везде. Люди уже привыкли к нему. И без него уже есть не могут. Вот. Поэтому приходится добавлять. Вот так. И второй. Фосфат. Тоже немножко добавляется. 0,5 грамма на килограмм. Чтобы при... Когда колбасу мы достаем, чтобы она была... То есть, он не дает воде из мяса полностью испариться. То есть, если колбасу... Если его чуть-чуть не добавить, колбаса высохнет. Сожмется и будет... Как объяснить? Да, будет сухая. Остается красивой и толстой. Но это ненадолго. Все равно через 23 дня она все уходит. То есть, вот этот... Потом идет смесь перцев. Все, как бы с этим мы закончили. Идет смесь перцев. Здесь 5 перцев. Белый, красный, черный, душистый. Ничего какой-то. И чили. Бывает немножко паприки добавляем. Но в основном немножко чили. Потом идет чеснок сушеный. А где чеснок? Перец душистый. Который мелко рубленый. Вот такой. Сушеный чеснок. Настоящий. Вот он. Мелкий помола. Не порошком, а именно мелкого помола идет. Вот. Можете... Жаль, камера не передает аромат. Чесночка. Уцко. Такая приправа. Очень хорошо пахнет. Очень-очень молотая. Так. Перец душистый молотый. Кориандр. Кориандр. Молотый. Травка такая. Мускат молотый. Мускатный орех. Молотый бывает мы покупаем не молотый. Рубим мелко, добавляем. Но редко, в основном молотый мускатный орех. Это белый перец молотый. Белый перец очень редкая приправа такая. Очень мало кто ее использует. Но нам очень нравится аромат. Всю рецептуру мы... Как бы... У нас колбаса не настоящего, как там, технологии разрабатывали. Мы ее сами разработали. Взято за основу старый, как бы, сказать, домашний рецепт, как делала моя бабушка там. Ну, как просто раньше в деревнях люди делали. Колбасу себе. Немножко поменяли оболочку, потому что с кишками очень тяжело работать. Вот, приходится оболочку брать. Ну, и оболочка тоже делается из животного сырья. Там... Сухожилия используются, все, но она, как бы, фабричная. И, как бы, нет там проб и ошибок. Очень долго мы сделали одну колбасу. То есть, ну, мясо купили, чесночок, перец, соль насыпали, попробовали. Не устроило. Второй раз купили, другую приправу, другое количество насыпали. Не понравилось. В общем, где-то вот таким способом научного, так сказать, тыка мы полгода занимались, пока не выработали этот рецепт. Вот с Юрой вдвоем. Мы давали знакомым пробовать, родственникам, друзьям. Мы говорим, пробуй, что скажешь, пробуй, что скажешь. Вот так. Потом мы уже пришли, когда уже все испробовали, где-то, ну, полгода прошло. Мы пришли к этому вкусу, как бы, вот, сделали полностью все документы на колбасу и начали производить в таком виде, как сейчас вы ее снимаете. Оболочка называется «Люкозин». Информация тоже вся в интернете есть. Из животного происхождения делается сухожилие, всякие там хрящи. Ну, как по-научному оно производится, я не знаю тоже, если кому интересно в интернете, посмотрите. Называется «Люкозин». Клогеновая оболочка. Вот, это цвет махагон. Такой цвет. Но обычно мы используем прозрачную оболочку. Но сейчас тяжело, за счет санкций, шмансов, короче. В России остался один завод по производству вот этой оболочки. И очень тяжело, короче, не хватает мощности у него, чтобы произвести на всех желающих оболочку. Поэтому бывает присылают такой цвет, бывает еще, короче, цвет карамель. Вот рулон такой выглядит, рулон полностью. Рулон 600 метров. Хватает где-то на 1200-1300 заправок колбасы. В одну такую оболочку влезает 600 грамм мяса. Фарша мяса. Вот, получается, примерно они все равны. Ну, там какие-то 10-15 грамм разницы, ну, 20. Ну, после копчения они, конечно, все по-разному себя ведут. Так как воды всякой не наливаем, ничего не наливаем. Ни шпиком, ничего. 25-30% потеря при настоящем копчении. Если не нашпиговывать мясо всякими растворами, есть растворы, которые вот типа фосфата, но там серьезные растворы, которые удерживают лаву в мясе. То есть берется мясо, накалывается шприцом полностью. Вот, потом рубится. Оно там сутки, оно как бы по мясу расплывается. Ну, и удерживает лаву. Вот, то есть из килограмма сырья можно сделать полтора килограмма сырья. Перемешиваем. Чуть-чуть водички приходится добавлять. Вода родниковая, ну, или так, скажем, очищенная, фильтрованная. Совсем чуть-чуть, литр-два. На все количество, на 40 килограмм. Команда канала «Твой продукт» собирает энциклопедию продовольственных производств. Мы путешествуем по России, посещаем отечественные предприятия, фермы и частные хозяйства. Общаемся с интересными людьми и делаем полезный контент для вас. Поддержите наш канал, поставьте лайк этому видео и подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Я начал сначала, ну, была у меня задумка, как бы, посмотрел, походил, походил, походил. То есть колбасы такой, как там, курхана нет ни у кого. Ни у кого нет. Ну, вообще, нет в продаже. Я вот, у меня засела в голове мысль, надо сделать, попробовать. Но так как квартира съемная, ни помещения нет, ни какого-то чего-то там, ну, нет ничего. То есть где бы это назначать, где можно повесить, где можно заместить там. В квартире на кухне места мало, там, туда-сюда, мясо. Ну, мясо-то можно заместить, надо еще забить как-то. Значит, начал предлагать по предприятию ходить пацанам, кто-то в работе вместе. Начал предлагать, давайте колбасу делать. Смея ржали, смеялись, говорили, да что, дебил, нахрен она надо, какая колбаса, туда-сюда, пятое-десятое. Никто ее не будет брать. Вот, нашелся один сначала. Вроде согласился, скинули с ним, не помню, поскольку подделили по три тысячи, тогда оболочка стоила, заказали рулон оболочки, там какие-то специи пришли. Вот, пришло, но он потом что-то передумал. Вот, передумал, эту оболочку я ему деньги отдал, там, не сразу даже, потому что было тяжело, просто раз работа только начал здесь, не сразу, а за несколько раз ему отдал там эти несчастные три тысячи рублей, чтобы мы скидывались эти четыре, уже не помню, ну, что-то около того. И начал искать дальше, как бы, предлагать. У меня человек 20 смеялось, типа, ну, там, турачок, нафиг надо. Лучше взять после работы пиво, сесть на диван и сидеть, обсуждать, вот этот мудак айфон купил, где он взял денег, а этот машину поменял, где он взял денег, с пивом на диване ни хрена не делай. Вот, ну, тут мне, как бы, Юра устроился на работу, где-то полгода он поработал, я даже не надеялся, просто к нему подошел, говорю, Юрик, ну, мы с ним разговаривались, как-то там металлокоп обсуждали, у меня металлоискатель я приобрел, чтобы летом металл копать. Ну, а что, я говорю, Юра, давай делать колбасу. Он говорит, давай. У него дача есть, там есть домик небольшой, где можно колбасу повесить. Он говорит, давай. Мы скинулись по пять тысяч рублей, купили 30 килограмм курицы, порезали, заперчили, засолили и повесили. Сняли ее, но у нас она ушла за один день. Вот так вот начался наш, как бы, путь колбасный бизнес. Просто, ну, не планировал я, чтобы прям стану колбасником, что он станет колбасником, что у нас будет такая вот, пусть оно, конечно, по некоторым меркам ничто, но для нас это много. Здесь не из чего вот это все дело оформить. И начали мы, с 8 до 5 мы работали. После работы мы делали колбасу, каждый день. Это уже длится 4 года, мы занимаемся этим делом. Выходных у нас, я вот Иван говорил, не было таких вот прям. Ну, не было. Первые раза 4 года были морозы, вот майские, январские праздники, были морозы, вот в этом году. И мы ничего не делали, сидели дома. А так 4 года, с 8 до 5 мы работали, потом шли вечером, делали колбасу. В субботу, воскресенье ездили по рынкам. Сначала здесь Петровский начали, потом Борис и Глеб поехали, по чуть-чуть, потом все, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Потом начали делать, как бы в процессе этого всего, я говорю, Юра, ну, идеальная колбаса, хорошо, давай делаем такое горячее приготовление. Он говорит, ну давай. Мы сделали бочку, просто бочку обычно взяли, 200-литровую. Ну, я примерно знал, как там что. Сделали там, ну, чтобы, короче, днище еще одно поддон, чтобы жир капал на колбасу. Вот когда-то еще, помню, еще с детства, там бабушка делала колбасу, ну, обычную домашнюю колбасу, без всяких там. Братанчик. Вообще его зовут Шерхан, но я его зовут братан. Классный пес, да? На. Давай. Ну, ладно, 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 все. Работа у него такая. Иди сюда. Иди, на. Вот. А это вот коптильня, я вам покажу, с которой мы начинали. Ну, и даже мы не с этой начинали. Братан, ну все. Вот таких два ящика у нас. Сейчас еще один не здесь. Еще один такой ящик в деревне. Мы его скоро привезем сюда. Они нам тоже очень полезны в нашем деле. Потому что мы его коптим. И в этих коптильнях бывает света, например, нет электричества, мы коптим здесь. То есть вот в этот ящик лазает... В этот ящик лазает почти 200 палок колбасы. Вот сюда вот так вот раз. Раз. Костер. Поддон, вот он, который я вам говорил. В бочке. Это палки для вешания. Колбасы. Вот он поддон, который... Это тоже самодельный, сам сваренный. Два ящика у нас таких. Сначала была бочка обычная 200 литров. Вот поддон такой, чтобы жир сюда капал. Туда сыпятся опилки. Вот они даже лежат, заревшие. Два ящика таких. Вот. Людям очень нравится. Мы сейчас коптим половину так, половину здесь. Вот на той неделе коптили. Ну, тут больше насыщенность дыма такой прям, ну, как сказать, не знаю. Короче, пахнет сильнее. Что, открываем фаршную шалку, опускаем. Уже готовый фарш со специей. Такой липкий, красивый. Работа, как работа, хорошая. Целый день делаешь, двигаешься, что-то, ну, что-то делаешь. Не стоишь на месте. Вот так вот все это вынимается. Я вообще до этого работала в библиотеке. Вышла в декрет. И вот из декрета вышла сюда. Совершенно другое, так сказать, специфика работы. работаю не так давно здесь, но мне все нравится. И график, и начальство, и сам процесс нравится. Я бы не сказала, что сложно. Бывает, конечно, ну, устаешь, но когда ты видишь, что ты натуральное, сам готовишь, ты родственникам, всем знакомым, это рекламируешь, говоришь про это. В принципе, все нормально. нет такого, что подрывай, булки подрывай, беги, там мыть надо, или там закрасить. Нет. Все, она знает, что делать, делает, делает. Ну, когда там, никогда что-то там, скажешь, аниди там, вытрет, то или там, помоет, она сама все знает. Уже, уже. Также еще есть женщина, но еще нету. Вот, тоже работает. Моя теща. Вот, как бы работаем вчетвером. Жена у меня занимается бумажными делами. Вот. Как бы так вчетвером работаем. Никто никого не гоняет, все, все нормально. Понятно, что мы как бы главней, они тоже это понимают. Но как на предприятии нет такого, что я говорю, давай, подрывай булки, беги, там убирай, что сидишь, что стоишь, нет такого. Я в основном сейчас в разъездах и больше по торговле. Сейчас вот девчонки себе занимаются. Юра здесь, общением, общением. Но он тоже со мной в пятницу начинает ездить, даже с четверганочной торговать ездить. Вот. Так раньше мы это все делали сами. Вот. Поэтому они, я в вторник, в понедельник я еще здесь, в вторник я еще тоже здесь. Так скажем, в понедельник он сегодня полдня меня там носило. То машина сломалась, надо, чтобы без машины никак, то там вот эту хрень подключить надо, то поехать чезноки купить, то там перцы купить, еще что-то, приправы не хватило, пришлось ехать в Ростов. Так как у нас в ближайший город, в ближайший город Ростов. Он тоже колхоз небольшой, 30 тысяч населения. И, ну, что-то купить можно. Но в основном заказываем из интернета и приходится ездить в Ярославль, в Ярославль 100 километров. Что-то малейшая, там поломка, что-то сальник полетел, к примеру, в Ростову нету, и поехали туда. Вот, поделикторник я еще тут катаюсь, занимаюсь делами. Юра мой напарник тут руководит, ну, и сам участвует в процессе производства колбасы. Потом, сейчас делаем фарш, полностью перчим все эти специи, все добавляем. Он сутки стоит в холодильнике. По технологии так надо, чтобы фарш сутки настоялся. И потом, завтра начнем забивать спритцом в оболочку. Исторический момент. Значит, первый запуск нашей новой мясорубки. Еще мы ее ни разу не включали. Вот приваж, мы ее сделали, удлинитель. кнопкой. Сейчас будем пробовать. Первый запуск. Ну, была не была, большеватый кусок. Вот. Пошло дело. надо только честно толкать. Юра, где наша палка? Вот мясо, которое мы используем. Невживый с хвостами. Нормальное мясо. Все происходит при вас. Блин. Эх, авария. Толкалка ушла. Вот так бывает. Рука скользкая. Жир. Жирная. Выскользнула ее с дурки. И ее сразу туда засосала мясорубка. Вот теперь что с ней произошло. Вот это вот историческая палка. Вы думаете, вот дурачок палку показывает. Ну, может быть, в какой-то степени, да. Вот эта палка с нами, с нашего первого дня, как мы начали делать колбасу. Вот этот носик для шприца мы, когда попробовали, ну, не с самого первого дня, где-то через месяц у нас появилось уже 4 года, как мы начали делать колбасу. Вот 4 года она с нами. Просто палка. Она нам уже просто дорога, как память, поэтому мы ее никуда не деваем. Мы купили шприц большой, который завтра. Вы посмотрите, как забивается колбаса. Шприц большой. Вот там носик. Когда колбасу забили полностью, в носике остается мясо. Его никак не достать оттуда, ничем не выбить. Вот. Чтобы ее помыть, приходилось чем-то выталкивать. Мы срубили вот эту палку для того, чтобы выталкивать остатки мяса. После производства, когда мы забили все к колбасу, чтобы мыть шприц. И вот она у нас, с первого дня, вот эта вот палка. Когда у нас будет, надеюсь, музей колбасного завода свой, она будет на самом главном месте. С документами, конечно, тоже пришлось ползиться. Документами она вот расскажет, как и что. Я приехала с семьей, с дочкой маленькой, в 2014 году. Попали мы по распределению из лагеря беженцев. Именно в Красный Маяк нас принял работать. Меня сначала на поля отправляли, ну так, с его удовольствием, буквой Г, целый день простояло. Я там проработала в поле где-то года полтора, потом нужен был человек в столовую. А так как директор внегласно взял меня под свое крыло, все время присматривал, так как я там была самая молодая сотрудница, все, женихов от меня гонял постоянно, он меня в столовую отправил. Ну там и тепло, и сухо. Вот. Работала в столовой. Работала, работала и жила в общежитии. С дочкой вдвоем там жили в общежитии. И директор построил новые квартиры и переселил нас в однокомнатную квартиру. А я приехал с тенгалом, у меня был тенгал. Переселили в квартиру, и Юрий Иванович был, он за ремонт и отвечал. Я говорю, Юрий Иванович, дайте мне, говорю, пожалуйста, мужчину с дрелью. Он, да нету, говорит, все заняты. Я говорю, ну хоть немножечко, хоть одного, говорю, ну надо-то всего на 10 минут два отверстия в стене проделать. Все, я, наверное, недели две у него просила. Потом он однажды, после обеда уже, мы откормили людей, приводит Кирилла и Лешку, друга его. А говорит, вот тебе мужик, дрель, говорит, там, возьмешь. Ну, так, собственно, и начали, ну, познакомились мы. А когда уже сюда приехали, я в декрет ушла. Все пыталась найти подработку, чтобы с дома можно было подрабатывать, тяжело было на тот момент. Все никак не получалось. Потом с этой колбасой уже затеялись. Вот, и тогда я ей сказал, она, я работал на работе, она в Магните работала, потом с Магнита ушла с кассирши, в декрете. Сын у нас родился уже, то есть дочка, сын, три собаки у нас есть. Ну ладно. И вот, короче, я говорю, Рита, будешь ты у нас директором, бизнес-вумен. Ну да. Вот. Писала, бизнес-план составляла, кучу видеороликов пересмотрела, очень много. Потом все документы отнесла, они приняли, говорит, в четверг приходишь на защиту бизнес-плана. Я была в шоке, я не знала, что его еще защищать нужно. Пришла, сижу под кабинетом, начался прием, первые люди пошли, я там не одна была, там четыре человека пришло, четыре семьи. Какой там крик стоял? Там было так страшно, я уже хотела дёру давать. Ну вот, те, кто пытались доказать просто, что им эти деньги нужны, что они окупятся. Вот. Ну, не знаю, что там у них все-таки вышло. Потом вышли за мной, говорят, заходи. Я настолько перепуганная была, что я даже не помню толком, как это все происходило. Рассказала все как на духу, им понравилось, они посмотрели фотографии, посмотрели, что у нас есть. Почитали бизнес-план, я рассказала все вкратце, и буквально через неделю сразу нам деньги перевели. Я была, если честно, в шоке. Я думала, несколько раз придется ходить или... Тяжко, очень тяжко. Ну, и у меня хоть образование средне-специальное бухгалтер, но я, собственно, 10 лет назад этим занималась, а и то не особо. Пришлось все учить по новой. Все программы, все отчеты, все-все-все-все. Вот это вот приходясь, особенно Меркурий, я над ним ревела. Над Меркурием вообще. Так как производство у нас еще маленькое, платить именно отдельно сотруднику, чтобы он Меркурием занимался, у нас возможности нет. И пришлось мне все это самой осваивать. Но мучились мы, конечно, знатно, очень знатно с Меркурием, особенно когда площадку нам открыли, а все производство, вот это вот все документально оформляю я. То есть я этому всему училась тоже через интернет и просила, ну вот как на рынке приезжаешь, там же есть женщины, которые отвечают за Меркурий. Ну, спрашивала, они подсказывали. Есть добрые дамы у нас. Сейчас уже с Меркурием более-менее разобралась, так что спокойно. Ну, ничего, теперь СБИС осваиваю. Это отдельная категория. А так, ежемесячные отчеты. Нам же, нет, 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 через СБИС нам именно в соцзащиту нужно сдавать, как у нас идет оборот. Чтобы они видели, за что они деньги дали. И, ну, зря, не зря. Короче, мониторят нас немножко. Наха, не гудо. Хорош. Наха, не гудо. Наха. Столы самодельные, которые тоже сварены, сейчас покажу один раз вложенном видео, подножки самодельные для зонтов, их тут 5 штук, чтобы зонтик стоял, прикручивается сюда на носку, сюда вставляется зонтик, вот они зонтики, вот эти штуки тоже самодельные вывески, вот стол, который тоже сваренный, там 6 штук, там немножко разбирается, большой, мощный стол, который вы делаете, держит, я 130 килограмм, он меня держит, то есть удобный, машину хорошо, ну тоже таких 6 штук мы варили сами, сюда закручиваются болты и он хорошо стоит, сварка моя даже помогла в цеху, сейчас покажу сварку даже, что она у меня тут есть, вот она стоит сварочный аппарат у меня здесь, маленький, но помогает, вот эти штуки я тоже варил сам, я делал, это на стол накладки покупал, заказывал в в зоне, по-моему, уже не помню, просто лист железа заказывал, вот это все загиналось, кулы и варились, то есть накладка на стол, вот эта штука тоже полностью варилась сама, то есть колеса, все для колбасы, чтобы в холодильник завозить или весить, просушить мясо, две штуки сваренные, вот, коптильня, полностью подножка под нее, полностью все это тоже сварено, со мной, со мной, ну я с Юрой, конечно, делал, не прям сам, не думайте, вот полностью эти всякие ножки, полностью две коптильни, они абсолютно одинаковые по размерам, две ножки, все думают, что это как бы пришло с завода, но нет, ну и само помещение, тут много девок подваривалось, на крыше подделалось, прихожка там подделалась, сейчас я вам засыпала полы там при входе, снималась там, варилась каркас, чтобы не проваливался, все, мойку посуды тоже мы сами переделали, там было очень плачевно, состояние есть и с полами, и как бы выкинули все нахрен оттуда, там была старая посуда, старая мебель какая-то вся в жару, то есть выкинули, сделали мойку сами, то есть много чего здесь тоже, по цеху делали сами, вот там пристроен, ну потом покажу, или могу сейчас пойти показать, вот пристройка к нашему цеху, которую мы будем запускать, надеюсь летом все получится, сейчас зайдем внутрь, заходите, вот продолжение нашего цеха, вот одна дверь, вот вторая, и там уже наш цех, в котором мы снимали колбасу, просто гипсокартон убрать, ну сейчас все это здесь делается, железо, он бошьется, то есть вот, а начали с нуля, я тоже раньше думал, что с нуля ни хрена нельзя сделать, что надо миллион долларов иметь, а то и два, надо что-то там, не знаю, ну такие стереотипы у людей, что у нас прям, если начать свое дело, там задолбут пожарники всякие там, налоговики и так далее, это все у людей стереотипы, больше тут фактор лень, начали свое дело, теперь жопу мыли, реально жопу мыли, и мыло в жопе тоже, вот, когда я работал на дядьку, с 8 до 5, и все, больше думать ничего не надо, это одно, а тут конечно уже совсем другая история, но оно мне нравится. Первое, что делается, это подготавливается дымогенератор к копчению, туда засыпается щепа, щепу мы берем яблоню-вишню фруктовых деревьев, то есть она более легкий дымок, у него другой аромат, он сильно отличается от ольхи, и от него мало такого побочного продукта, как вот эти вот смолы тяжелые все. Так, все делается вручную, так, засыпаем, проверяем уровень, так, достаточно, закрывается дымогенератор. Так, для того, чтобы дым подавался в коптению, нужна принудительная подача воздуха, то есть создать разряжение, дым проходит, здесь поджигается, дым проходит через вот эту вот нижнюю трубку, охлаждается конденсат со смолами, выпадает в осадок в эту банку, а уже более легкий дым, чистый, проходит в коптению. Вот это способствует, этот вентилятор способствует созданию разряжения. Он работает от сети, у него есть регулировка от единицы до десяти. При розжиге мы пользуемся вот на десятом уровне работы вентилятора, потом убавляем, чтобы горение было более медленным, чтобы быстро не прогорала стружка. В эту печь примерно можно поместить около, ну, в районе 150 до 200 батончиков колбасы в зависимости от калибра. Вот это вот калибр 45-й колбасы, она толстая, то есть ее на одной жердочке помещается не так много, как и остальных видов колбаски, это у нас самый большой. Все берется за петельку, которую девочки вяжут, и вешается на крючок. Нашу, как бы, вот колбасу, там, кто там хочет писать плохое, например, ест наш сын с одиннадцати месяцев, ему сейчас три года. С одиннадцати месяцев ты ее начал давать, не надо рассказывать, наш сын, у нас ему три года. Вот, и мы едим, дочка есть, дочке 12 лет. Ну, так, по-моему, слякоть, конечно, давали, ну, не то, чтобы прям ел, но давали. Спокойно. Как вы думаете, буду я хреновую колбасу седру дома давать? Соль нитритная, по факту все думают, что это какой-то, ой-ой-ой, какая же это беда, а это не беда, это наоборот, просто сейчас очень много информации, прежде чем что-то там писать, подойдите, прочитайте хотя бы ту научную какую-нибудь статью по поводу этого компонента. Вот, все будет понятно. Соль нитритная, как бы, наоборот, предотвращает вас от отравления какими-то вредоносными бактериями, то есть без нее есть больше вероятность заболеть, чем с ней бы какой-то отравиться. Ее можно отравиться, если ты вот так вот взять вот сахара, полкило, вот сожрать вот так вот, тогда можно отравиться. А так, в нужных количествах, даже если зайдет на производстве сбой, вот мы сыпем там 13 грамм, допустим, на килограмм сырья колбасы, соль нитритной, если там сыпануть, например, даже 50 грамм, ну, вот так вот, ну, получилось так даже, 50 грамм, вы не отравитесь никогда в жизни, это все, ну, заблуждение, просто, ну, стереотипы. Насчет глутамата натрия тоже, почитайте, глутамат натрия, то есть это глутамат натрия, это то же самое, практически, та же самая соль, она производится бактериями, есть специальные бактерии, их там они перерабатывают, короче, то есть из сырье, они там поедают, и свеклу могут поедать, и всякие там, в Японии там другие вещества, вообще его выработали, японский ученый из водорослей, выделил там глутамат натрия, глутамат натрия, а соль-то тоже хлорид натрия, то есть то и то натрий, люди боятся, думают, это какой-то прямо трава, прям все, конец там, какие-то стереотипы там, ожирение от него, и мутация на каком-то там, где-то там мутации там происходит, там и дети без ног рождаются, там, короче, ну, все, короче, там, все, и конец лета, армагеддон, если есть там, это глутамат натрия, нет, это такой же самый натуральный продукт, просто заблуждение идет, что это что-то вредное. конечно если я насыплю пол килограмма. Вот так вот, тоже как сахар возьму, на палку колбасы насыплю, конечно это будет вредно конечно понятно, и сахара если съесть только, тоже очень вредно вот и фосфат фосфат тоже как бы в нужных количествах, он просто немножко делает колбасу ну как-бы задерживает немножко влагу просто чтоб колбаса не высыхала прям вот так вот высыхала straightforward делают ее круглой вот, и как-бы он тоже безвредный На производство всыпят все это вещество одну целую ну короче грубо говоря от 1 грамма на килограмм сырья сыпят я сыплю 0,2 грамма то есть пятую часть но это от того что сыпят бывает и полтора и два грамма все зависит от того насколько производитель хочет спарить свою продукцию название не буду ничего говорить просто от названия от солями финская значит то читаем ясной продукт колбасное изделие сырокопченые полусухое с регулятором кислотности у меня этого нет состав свинина соевый белок у меня нет жир сырец у меня нет свиной мясо птицы у меня нет посолочная смесь у меня есть соль пищевая фиксактора краски нитрит натрия экстракт и прядности мускатный орех имбирь кориандр но это экстракт регулятор кислотности е575 сахароза соль усилитель вкуса и аромата е621 антиокислитель аскорбиновая кислота чеснок свежий натуральные специи вот теперь прошли натуральные специи краситель е120 продукт может содержать следы используемых на производстве мяса говядины лютеина содержащих знаков ну и так далее вот то есть еще раз читаем свинина соевый белок жир сырец свиной мясо птицы зачем стыдной колбасе мясо птицы чтобы удешевить вот эта колбаса стоит 1300 рублей килограмм все это можно делать закоптить и получить колбасу и съесть ее понятно дело но это если делаешь для себя как бы просто дома съел там разок-два как шашлыков себе пожарил пошел и все нормально все все сыты все довольны ну как бы у нас уже дело это как бы бизнес но мы хотим продолжать это уже приварить приварить превратить это большое производство с нашей колбасой мы свели к минимуму то количество ингредиентов которые требуют т.у. которые закон требует чтобы получить документы полностью сертификацию нашу продукцию если бы это фигни у нас не было там то есть нам и никакие сертификаты не дали вы мы вообще сделали самый-самый минимум и дальше было бы не было бы документов без документов мы уже не можем вести дела не цех ничего то есть ну и мы можем продавать его здесь могу выйти в соседу поискать 10 палок давай люди 5000 вот но на рынках то в магазинах я уже день чего не могу торговать поэтому вот как-то так колбаса нормальная натуральная не только вас и мы сейчас будем много что делать и то есть весь упор будем делать на натуральность без всяких химических удивительных ингредиентов удешевлений и так далее сейчас но я знаю но начинается там делать сначала нормальную продукцию кто-то стартует дело хороших хороших но хуже 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 все понятно и по итоги получается обычная колбаса вареная которую продают тоннами вот и производство получается и на конвейер не хочется конвейер хочется конечно и денег заработать и производство поднять и все это нравится ну терять марку не хочется и не будет этого вот как-то так не останавливайтесь просто вы начали не останавливаетесь будет тяжело будет плохо не останавливаетесь бросились о не останавливаетесь хотите рыбу коптить хотите футбол играть есть хотите торты печь, просто не останавливайтесь, просто пробуйте, едите и все будет. Конечно, оно легко звучит, может быть, но на самом деле оно не легко, но пробуйте. Иначе не попробуешь, потом будешь в старости локоть кусать. Блин, была возможность, я не попробовал. Сейчас идет процесс копчения. Внутри колбасы сейчас 64 градуса, как только температура достигает 72 градусов по Цельсию внутри продукта, копчение прекращается. Сейчас дымок надо, чтобы вышел немножко в баночке, видно будет, когда банка прозрачная станет более-менее. Вот тяги, когда нет, вот он через крышку начинает переть, потому что там его еще много. Если я включу сейчас, он пропадает. Вот такая тоже вот эти дымогенераторы, они так это зависимо, атмосферно зависимые. Где-то низкое давление, там ветер, температура там воздуха, блин, они чудят. То бывает, сюда бывает, выстреливают, но нету тяги. Вот этот вот не справляется. Просто даже вот в печи 90 градусов, 80, да, она горячим воздухом дым не выталкивает. Настолько большое сопротивление атмосферное. Она фыркает, мыркает. Это все не идеальные условия. Вот сейчас температуру показывает 72 градуса в продукте. Выключаем подачу дыма, копчение прекращаем. Температуру выключаем. Так, достаем ванночку трудяной бани и начинаем вытаскивать. Так выглядит датчик температуры, передающий на электронный блок в цифровом виде показания. Все укладываем в ящики. Теперь ей нужно остыть, прежде чем ее убирать в холодильнюю камеру. Так, это у нас колбаска. Свиная рубленая. В соседней печке делается в этот момент говяжья колбаса. Сейчас посмотрим, как она выглядит внутри. С ней течет горячий сок. И получается такая кусковая ветчинная свиная колбаска. Шикарная колбаса. Ну, вот так производится, так сказать, контроль качества на производстве. Ну, и по колбасе видно, что все хорошо. Ну, каждую партию пробуем на вкус. Ну, решать вам, конечно. Я в видео все показал. Показал сырье, показал, как делается. Показал, как мы придумаем. Показал, на чем делаем. Не варим, не жарим. Показал, все показал. Если кто-то скажет постановка, жду в гости приезжать. Дверь открыта. Приходите напоем, чаем. С колбасой. Да. Хочется поблагодарить многих, конечно, людей, которые нам помолили. Девчонок, которые нас не бросили. И люди, которые помолятся с бытом. Но отдельную благодарность хочется выразить Георга Сергея Григорьевича. Директор рынка, который нас принял когда-то. И благодаря ему у нас пошли нормальные продажи. Ну, в нормальное количество. Вот если бы не он, у нас бы это дело растянулось бы еще на неопределенное время. Сергей Григорьевич, спасибо вам. На прощание мы договорились с Кириллом, что постараемся приехать к нему ровно через год, чтобы сравнить, как расширилось его производство. Следите за нашими новыми выпусками. До скорых встреч.